Российский телесериал «Интерны» впервые вышел на экраны в марте 2010 года. Всего было отснято и показано 280 серий этого комедийного сериала. Сложно поверить, но в этом году исполнилось 12 лет с момента показа первой серии телесериала «Интерны». Из данного видео вы узнаете, какими стали актеры, сыгравшие главные роли в этом проекте. Разумеется, сегодня я покажу не всех актеров, но если видео вам понравится, то я продолжу развивать эту тему. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Андрея Евгеньевича Быкова, заведующего терапевтическим отделением, сыграл Ивана Хлобыстин. Он снимается в кино с 1983 года. За годы творчества в фильмографии актера накопилось более 50 работ. Также Иван Ахлобыстин озвучивал мультфильмы и написал сценарии ко многим фильмам. Он до сих пор активно снимается в кино. Актер женат с 1995 года на актрисе Оксане Ахлобыстиной. У пары шесть детей. Сейчас Ивану Ахлобыстину 55 лет. Светлана Камынина сыграла роль Анастасии Константиновны Кисигач. В фильмографии этой актрисы более 40 ролей. Светлана Камынина продолжает сниматься в кино. Также актриса дублировала на русский язык несколько зарубежных фильмов, среди которых «Кроличья нора» и «Светская жизнь». Светлана Камынина не замужем и детей у нее нет. Сейчас актрисе 43 года. Кристина Асмус сыграла интерна Варю Черноуз. Роль в этом сериале для актрисы первая серьезная работа. Всего на данный момент в фильмографии Кристины Асмус почти 30 работ. Во многих фильмах актриса играла главные роли. В последнее время Кристина Асмус часто снимается в откровенных сценах различных картин, чем вызывает бурные споры среди пользователей интернета. Актриса была замужем за шоуменом Гариком Харламовым, с которым развелась в 2020 году. Часто актрисе приписывают новые романы с различными известными мужчинами. На это Кристина отвечает двусмысленными постами, подогревая слухи о новом возлюбленном. Сейчас актрисе 34 года. Илья Глинников сыграл интерна Глеба Романенко, сына главврача. В кино он снимается с 2008 года, но популярным стал именно благодаря сериалу «Интерны». После исполнения роли Глеба Романенко Илью Глинникова стали часто приглашать на главные роли в различные проекты. На данный момент в производстве нет новых фильмов с участием актера. Последний раз он снимался в кино в прошлом году. Некоторое время Илья Глинников встречался с коллегой по сериалу, актрисой Аглари Тарасовой. Также он принимал участие в пятом сезоне шоу «Холостяк», в котором его избранницей стала Екатерина Никулина. Позже они расстались. Сейчас о личной жизни актера ничего не известно. Илье Глинникову 37 лет. Интерна Семена Лобанова сыграл Александр Ильин-младший. Актер первый раз появился на экранах в 1992 году, но известен стал именно благодаря сериалу «Интерны». Сейчас в фильмографии Александра Ильина более 40 работ. Он до сих пор довольно активно снимается в кино и сериалах. Также с 2010 года Александр является вокалистом и автором песен панк-группы «План Ломоносова». Актер женат, у пары двое детей. Сейчас Александру Ильину 38 лет. Роль «Интерна» Бориса Левина сыграл Дмитрий Широкоес. Он впервые появился на экранах в 2003 году. Всего на данный момент в фильмографии актера более 30 работ. В 2018 году Дмитрий Широкоес переехал из Москвы в Лондон. Пока актер искал работу в кино и театре, ему приходилось работать на стройке и официантом. Пока о новых фильмах с участием Дмитрия ничего не известно. В сети есть непроверенная информация о том, что Дмитрий Широкоес живет в нищете, так как его актерская карьера за рубежом не сложилась. Сейчас актеру 36 лет.